Привет, друзья! Оказывается, в Советском Союзе активно строили здания в форме больших огромных и бетонных куполов. Даже американская разведка была в шоке и не понимала, для каких целей это всё строится. Но в итоге оказалось всё намного проще. Так для чего же строили эти бетонные купола? Давайте разбираться! В 1966 году в ЦРУ появилась неожиданная информация. Советский Союз разрабатывает проект гигантских куполов и железобетона, предназначенных для установки в центре крупных городов. Разведывательные службы стремились раскрыть тайну этих сооружений, предполагая, что они могут быть защитными куполами над подземными мегабункерами для быстрой эвакуации населения в случае мировой войны. Однако оказалось, что на самом деле проект был связан с созданием уникальных универсальных крытых рынков. Решение о строительстве куполов было принято в 1960 году и за проектом трудились несколько проектных бюро, в том числе Ленинградский проектный институт номер один. Первоначально предполагалось, что эти купола будут служить защитой от ядерной угрозы, но их назначение было переосмыслено в пользу развития торговли. Оказалось, что гигантские купола предназначались для создания универсальных крытых рынков в крупных городах СССР. Руководство страны считало, что помимо обычных магазинов, города нуждаются в развитии кооперативной и колхозной торговли. Таким образом, под одной крышей в уютных условиях под железобетонным куполом колхозники и кооператоры могли предлагать свою продукцию, создавая огромные универсальные рынки. Сам проект был впечатляющим. Купол имел гигантские размеры, но требовал поддерживающих элементов внутри и обладал уникальной конструкцией. Установленные на угловых колоннах шарниры позволяли куполу расширяться и сжиматься в зависимости от температуры. Эти универсальные крытые рынки предлагали широкий спектр услуг, включая универсамы, хостовары, столовые, салоны, камеры хранения, торговые ряды и дополнительные торговые галереи. Первый такой рынок был построен в 1975 году в Челябинске, а затем подобные сооружения были возведены в различных городах Советского Союза. Слухи о стратегическом вооружении, размещенном под видом куполов, вызвали мировой скандал. Для опровержения этих слухов советская делегация представила планы и фотографии проекта на международных форумах архитекторов и строителей бетонных конструкций в Хельсинки и Нью-Йорке в 1976 и 1979 годах соответственно. Таким образом оказалось, что купола были не военными сооружениями, а инновационными крытыми рынками, ставшими уникальными не только для СССР, но и для всего мира. Вот такие вот дела, друзья. А на этом все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok